Томсо, брат, тебя смотрит вся чеченская молодежь. Можешь ждать на сыро, чтобы учились, поступали в университеты и поднимались по карьерной лестнице ищкерии. Нужна будет интеллигенция. Да, конечно, поддерживаю эту тему, но я немножко сторонник такой, знаете, реформы в системе образования. И вот эта вот привычная наша методика, когда нас пытаются куда-нибудь засунуть в какой-нибудь институт, лишь бы мы получили диплом. И потом с этим дипломом мы сможем пойти куда-то устроиться на работу. Вот это вот, это уже все в современном мире это не работает. Это не имеет никакого смысла. Поверьте мне, это полная лабуда. Человек должен учиться в том направлении, в котором у него есть способности. Вот к чему он гораздо, как говорится. И родители, там, общество, родственники, они должны поддерживать это начинание парня, молодого, девушки, неважно. Если кто-то хочет, если у кого-то есть способность там, да, и тяга, допустим, каким-то физико-математическим темам, да, его не нужно ему говорить, да нет, это полная ерунда, ты что будешь как ботаник там сидеть в циферке, значит, разбирать. Иди становись юристом, юрист-экономист, вот все, финансист. Нет, нельзя так делать, нельзя. Он, если вы будете так с ним поступать, из него ни физика-математика не получится, ни экономиста-юриста из него не получится. Просто, как бы, вы его будущее обрекаете. Нельзя так делать. Он в итоге отучится у вас на физико-математическом, его будут тащить, где-то он будет там закрывать, я говорю физико-математическом, на юридическом или экономическом отучится, будет закрывать там деньгами, где-то его будут жалеть, где-то подсмотрит, получит этот диплом, а потом пойдет работать водителем или security, знаете, где-нибудь. Это не имеет смысла. Наоборот, если человек, у него есть тяга к этим знаниям физмата, давайте, помогите ему, поддержите физики, математики, химики. Это люди, которые нужны. Это они даже гораздо, наверное, больше сейчас нужны, чем юристы или экономисты, которые сейчас пруди. Надо поддерживать. И не надо вот этот навязывать культ спорта, когда человек хочет... У него тяга, понимаете, у него есть какой-то... Аллах же дает таланты людям. У людей бывает разное мышление, разные какие-то способности, расположенность к чему-либо. Это все как бы врожденные такие, может быть, генетические, но это вложил Всевышний Аллах в человека. И он, если ты его сейчас... Не дашь ему вот эту поддержку, не дашь ему пойти по этому направлению, в котором у него хорошо работает мозг, ты, если ты его остановишь, засунешь его куда-то в другое направление, будешь пытаться сделать из него спортсмена-чемпиона UFC, из него не получится ни того, ни другого. В итоге, как я говорю, он станет у тебя строителем, водителем или security, в лучшем случае. Нужно поддерживать те навыки, которые есть у человека, те таланты, которые у него есть. Многие люди по-разному совершенно мыслят, понимаете? Вот мозги, они тоже у людей разные. Бывает человек, который заходит в помещение, и первое, на что он обращает внимание, это углы там, линии и углы. У меня есть такой один друг. У него вот, я не знаю, даже есть какой-то термин психологический в этой теме, люди, которые замечают все неровные линии. А вот я, допустим, ну, я никогда не обращу на подобные вещи внимания. Понимаете, у нас разные мышления с этим человеком. Вот у него такая особенность есть, у другого есть какая-то иная особенность. Кто-то там, у некоторых, вот как у Бухари Бараева, есть особенность замечать вот всякие дорогие вещи. Поэтому нужно поддерживать, понимать, что люди разные, у них разные таланты, и нужно поддерживать то, к чему человек как бы расположен. Поэтому не пытайтесь сделать и слепить из него то, что вы хотите, а помогайте человеку развиваться в том направлении, в котором он хочет. И вот в этом будет польза. Лучше получить хорошего, грамотного, допустим, физика, математика, химика, экономиста, юриста или там еще кого-нибудь, чем получить плохого экономиста, плохого юриста, плохого там управленца и так далее. Лучше пусть он будет в своем, в чем-то в своем, он будет хорошим, отличным специалистом, чем он будет таким нехорошим или средним в какой-то теме, в которой мы хотели бы его видеть. Многие, например, родители хотят видеть своих детей врачами, допустим, кто-то хочет. Вот он, этот сын, вот этот отец такой сидит и раздает профессии своим детям. Этот у меня будет стоматологом, значит этот хирургом, этот будет экономистом, а этот финансистом. Ну нет, так это не работает, потому что, да, их можно, конечно, насильно туда запихнуть, но вот из него получится плохой стоматолог, из того получится плохой хирург, из этого плохой юрист и плохой экономист, потому что они к этому, ну сами этого не хотят, не желают. Лучше дать, если он, например, человек хочет быть каким-нибудь химиком, то дать ему лучше это направление, пусть он хорошо в этой сфере развьет свои навыки. Будет полезен для, в первую очередь, для себя самого, для своей семьи, для своих родителей и в целом для умы, иншаллах. Аргунский. Томсо, не любишь ты секьюрити и водителей? Если человек не добился в жизни чего-то, то сразу водители или секьюрити? Что мы тебе такого сделали? Ни в коем случае, это не в обиду сказано водителем и секьюрити. Это все, все эти работы, они как бы это нужные, но просто проблема в том, что когда у нас подавляющее большинство начинает этим заниматься и оставлять то, в чем есть действительно великая польза, ну это уже становится проблемой. Так, конечно, нам и водители нужны, и секьюрити нужны, и сапожники, и все нужны. Понятно, что все ниши должны быть заполнены, но для каждой темы, для каждого направления есть и люди. Всевышний Аллах, если поэтому, создал нас разными. Это как в этом, в этой смешной истории, когда, когда парень, как это было, когда парень спросил, есть ли у вас там красивые девушки, и ему ответили, да, для красивых есть красивые, а для таких как ты есть вот такие как мы. Поэтому, как бы для, понятно, что водитель, это не, это, ну, это работа не для квалифицированного специалиста, скажем, для ученого, там, для физика и математика, это не для него работа. Эту нишу должны занять другие люди. А физик, химик, он должен заниматься по своей научной теме. То есть, каждый, если будет заниматься своим делом, тем, тем, что он хорошо, в чем он хорошо разбирается, то тогда у нас во всех направлениях будут, как бы, и специалисты, и все эти направления у нас будут одинаково развиваться. У нас будут и хорошие водители, у нас будут хорошие, хорошая служба безопасности, и хорошие ученые, и хорошие будут юристы, экономисты. То есть, надо вот так к этому подходить. А так, конечно, у меня нет никаких претензий. Водители – это нужные люди, и секьюрити тоже. Еще и бывают такие вот случаи мне известные, когда, допустим, парень хочет учиться где-то там, в европейском, кстати, это я сейчас говорю не о России, где-то в европейском вузе учится. Европейский вуз – это все-таки, ну, уровень получше, чем в России гораздо. То есть, он там по-любому чему-то научится. И вот, представляете, его, а его отец, допустим, работает там каким-нибудь водителем, челноком. Он на дальние расстояния там что-то куда-то возит. Ну, например, домой возит пассажиров там или вещи какие-то. И вот, представляете, отец вдруг в какой-то момент выдергивает своего сына из этого университета или института и говорит, мне нужен помощник, будешь, значит, со мной, будем с вами меняться, значит, будешь со мной ездить, тоже станешь водителем. Ну, как так? Ну, как? Как можно взять его вот так вот, лишить этого нормального будущего, вытащить из института и сделать из него водителя? Ну, это просто, я не знаю, как, для чего нужно не любить своего ребенка? Тумсо, а ты на кого учился? Я вообще учился изначально на программиста. Я поступил в техникум информатики, Грозенский техникум информатики, вычислительной техники. У меня всегда была какая-то любовь к этой информатике, к компьютерам. Еще в школьные годы, когда только у нас появился какой-то компьютерный, это даже нет, не класс компьютерный, просто появились какие-то два человека. Один из них был профессором в ЧГУ, сейчас, по крайней мере, Умар Хаджиев или Умар Пашаев. Умар Хаджиев, по-моему, его фамилия. Мы с ним потом даже лично познакомились уже в годы моей работы в электросвязи. Вот был он, и с ним еще один человек, по-моему, я сейчас не помню, как его звали, Султан, кажется. Они пришли в нашу школу и как бы курсы компьютерные организовали за какую-то там стоимость. И вот я тогда записался на эти курсы, и это на тот момент это был такой космос, это конец 90-х, тогда еще был Windows 95. И вот это для нас, это был просто космос. Печать, когда ты мог нажимать на клавиши, и буквы появлялись на экране, это, ну, это нечто. Тогда еще даже не снилось то, что сейчас мы имеем там интернет и прочие вещи. Вот я тогда эти курсы прошел, затем началась война. Перед войной буквально я поступил в турецкий лицей имени Шейха Мансура. Тогда это тоже мне было очень интересно. Я думал, что научусь английскому, турецкому языку совершенству. Я видел, как высшие, ну, те, что постарше в курсе, они очень хорошо говорили на турецком, на английском. Ну, началась война, в общем. После войны в 2000 году я поступил в Розенский техникум информатики и вычисления техники на факультет информатизации, как там назывался, не помню. В общем, по окончанию я получил диплом программист-бухгалтер. Конечно, я там полгода, наверное, я его посещал и особо дальше я там уже не учился и там нечего было на самом деле учиться. Если говорить о программировании, то там тебя никто не учил программированию. Ты там, ты приходил и те же и самые предметы там изучал. И я уже тогда понимал, что это как бы не имеет смысла. Если ты программист, то ты не должен учить историю и там и прочие какие-то предметы. Нет, ты если ты программиста должен учить программирование. В общем, затем, ну, я, у меня просто было не совсем простое как бы детство. Не было времени там заниматься учебой, может, приходилось работать, зарабатывать. И я уже где-то с 2003 года я устроился на работу, опять-таки, по теме компьютеров. Я начал, ну, очень быстро там научился сборка компьютеров, установка всего программного повода, то есть, обстальные вот эти вот свои навыки в теме информатики я получил уже там на работе. И, соответственно, работая здесь, я как бы закрывал свои сессии в техникуме. Затем уже в 2004 году я перешел работать в электросвязь. В том же году я поступил в Грозненский техникум, в Грозненский государственный нефтяной институт. Опять-таки, на факультет ФАПИ, факультет информатизации и прикладной информатики на кафедру сети связи и системы коммуникаций. То есть, здесь уже я пошел по теме связистов. Опять-таки, наверное, не нужно говорить о том, что там особо этой теме не учили, на тот момент, по крайней мере. Но мне очень серьезно пошли навстречу. Декан факультета пошел мне навстречу, потому что я учился по данной теме. И мне была сделана такая серьезная скачуха с условием, что дипломную работу я напишу сам. Я принял эти условия. И почему вообще пошли навстречу? Потому что декан, за что ему огромная благодарность, декан понимал, что в институте я не научусь большему, чем на работе. Он как бы трезво подошел к этой теме, понимаете. Наоборот, он видел, что на работе я буду получать больше знаний по своей теме, чем мне смогу дать в этом институте. Поэтому, когда я уже учился заочно, шесть лет. И вот в 2010 году мы обратно пришли к теме дипломной работы. Я сам тогда действительно написал дипломную работу. Никто ее для меня не писал. Я честно говорю, я сам сел и написал дипломную работу. Взял вот шаблон, взял для себя, выбрал тему. И тему по теме тоже мне сделали, как бы скачуху. Мне дали выбор несколько тем, а я сказал, я не хочу ни одной из них. Можно я сделаю вот такую тему. И я там выбрал тему постройка, построение, как это, сеть не локальной, а корпоративной сети в международной, международной компании сотовой связи, по-моему, так у меня называлось. Я на тот момент работал в Билайне. И я просто ту, та модель, которая была внедрена и которую я администрировал в МПЛКОМе, я просто ее как бы переложил на свой дипломный проект. И мне пошли там навстречу. Декан сказал, окей, эти все темы мы убираем, делай свою. Я сделал тогда, написал дипломную работу. На тот момент, когда я защищал свою дипломную, в комиссии сидел человек, с которым у меня были качели еще в электросвязи. Это был, не хочу называть его имени. Это был человек, который, когда я работал первый раз в электросвязи с 2004 по 2006 год, у меня был с ним конфликт, и он очень меня не любил. И вот этот человек сидел в комиссии. И он попытался там меня немножко потаскать по вопросам, он задал мне там несколько вопросов, но когда он понял, что он не сможет меня просто по вопросам потопить, он как бы успокоился. В итоге я сдал эту дипломную работу на отлично. Дипломная работа вошла на отлично, но красный диплом я получить, конечно же, не мог, потому что для того, чтобы получить... Ну, это было бы слишком нагло не учиться, в принципе, не посещать, и еще рассчитывать на красный диплом. Поэтому диплом был не красный, а обычный диплом. В общем, я что хочу сказать. Я как бы со своего такого сознательного, можно сказать, возраста подросткового, я уже понимал, что система образования, действующая, наверное, в целом в России, она уже давно как бы неэффективна, абсолютно неактуальна. Я не понимаю, для чего... Вот, например, это, кстати, касается и школьной программы. Вот я... Мне никогда в своей жизни мне не понадобилось знание синусов, косинусов, там, тангенсов и котангенсов. Вот зачем мне, человеку, которому в жизни никогда это не понадобится, изучать эту тему? Те люди, которые будут по этой теме работать, которым это интересно, у которых мозг в этом направлении работает, это для них нужно. Но 90, ну или 85 процентов детей, учащихся в школе, они не нуждаются в этой информации. А эта информация, она губительно сказывается на школьника, потому что когда, как только в математике появились вот эти буквы, у меня произошел полный сбой в моей голове. Все, я полностью... Мой мозг отказался принимать вообще информацию об этой алгебре, понимаете? Вот с этого момента у меня как бы пошел спад в образовании. Когда у тебя не получается, у тебя опускаются руки, ты уже перестаешь стараться, и у тебя появляются знакомые там, которые тебя на какие-то непонятные темы постоянно зовут, и ты начинаешь прогуливать, у тебя вот начинается вот этот спад в образовательной системе. И виновниками являются именно те люди, кто разработал неэффективную образовательную систему. Поэтому нужно как бы, нужно это все пересмотреть. Я за реформу, я за то, чтобы уже с самых начальных, там, наверное, первые три класса, они должны быть вот для всех одинаковые, там, когда дети учатся просто читать, писать и считать, складывать, тогда вычитать, прибавлять, умножать. Все, вот они эти три класса отучились, дальше их уже нужно распределять по направлениям, кто куда, кто на что гораздо. И это, кстати, в Финляндии, по-моему, работает такая система, и она очень эффективна. Если я стану министром образования, то я реформирую систему. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.